Доброе утро! Сегодня 1 июня, да, лето. Лето наступило. Ну хорошо, давайте посмотрим, какие новости летом. Самолет Суперсухой 100 из Ульяновска благополучно совершил экстренную посадку в Шереметьево. И что случилось? Крыло отвалилось. На честном слове и на одном крыле. США передадут Украине ПЗРК Стингер и системы ПВО Эвенджер. Эвенджер, это хорошее, вот даже само по себе название, это Мститель Эвенджер. Ладно, дальше. В результате падения неопознанного объекта в Калужской области произошел взрыв. Что-то с утра все с неба падает. Так, в Чувашии возбудили дело о халатности после смерти пациента, которого везли на тачке. Я вам рассказывал вчера, на тачке везли. Да, потому что мост, мост был в ненадлежащем состоянии и виновата и администрация. Ну, мост и автомобиль не смог скорой помощи проехать через этот мост. Администрация виновата, а человек умер на тачке. Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы. Что-то рыжий здесь ходит. Ну, прыгай, прыгай. Нет, он под кроватью. Он под кроватью живет. Так, Германия закроет российские консульства. Да ну правильно, давно пора. Вот еще раз. ФРГ закроет консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Давно пора. Так, Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП. Это очень хорошо. Так, врач Андреева какая-то. Сейчас активен вирус-убийца, о котором вы никогда не слышали. Метапневмовирус какой-то. Ужас. Та-та-та-та. Что за хрень? Вирус распространяется от инфицированного человека, когда он кашляет или чихает, или при рукопожатии. Можете заразиться вирусом, прикоснувшись к зараженной поверхности. Не хватало. Обломки сбитых беспилотников нашли в четырех поселках на Рублевке. Все что-то падает с неба. Падает. А это что у меня не открылось толком? Сейчас посмотрю. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове выросло до 36 человек. Я вам вчера рассказывал. Что-то 12 человек сначала, и одна женщина погибла. А сейчас уже 36 пострадавших. США анонсировали контрнаступление Украины летом. Но летом наступило сегодня. Глава СНБО оценил возможность удара шторм Шедова по Крымскому мосту. Глава СНБО Данилов, значит, заявил, не нужно спешить. Ну, конечно, там еще Красная площадь впереди. Воронеж, опять же. Да. Не будем спешить. Сергей Лавров посоветовал послу США знать свое место и не лезть в отношения России и ЮАР. И откуда он советовал? Прям от Параши. Да. Его место. У Параши. Так. В России создали эффективные удобрения из отходов. Второй день что-то из отходов создают. Ну, в России всю дорогу из говна что-то делают. Так, российский производитель серверов Ядро представил первый планшет. Планшет 40 тысяч рублей. Да, конечно, планшет первый российский. Так. Граждане скупают средства борьбы с беспилотниками. Налет беспилотников на Москву подстегнул растущий спрос на системы обнаружения и блокировки дронов. Покупают граждане. Так. Ростелеком сообщает. Кабмин России может закупить до 2 миллионов устройств на Авроре. Это операционная система путинская. Аврора. Да ну. Правительство РФ продлило упрощенный техрегламент для автомобилей до 1 февраля 24 года. Упрощенный. Приезжаешь? Приехал. Ездит машина. Ну все, давай. Иди. Прошел. Президентом Латвии стал открытый гей Эдгар Ринкевич. Да, вот так вот. Интересно. Правительство Раисии создает железные дороги Новороссии. Да вот оно что. Да, подписал распоряжение премьер Михаил Мишустин. Новая структура должна объединить железные дороги занятых Россией и украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, а также частях Запорожской и Херсонской областей. Да вот оно что. Ну, обустраиваются. Ага. Так. КНДР запустила, ну это Северная Корея, запустила баллистическую ракету, которая развалилась в воздухе. Ну вот так, с голодухи ничего не сделаешь. Анна Лена Бербок обещает Украине поддержку НАТО в ее самообороне. Да, молодец, молодец. Так. Во время атаки дронов Путин находился в резиденции в Новоогореве. Да вот оно что. Да кто поверит, он в бункере сидит. Так. Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах. Вот оно что. Диспансеризация. Ну да, в инкоматах будут проводить диспансеризацию. Угу. Макрон заявил, что Путин разбудил НАТО ударом тока. Ударом тока. Да ну конечно, и НАТО, и ООН там везде полно бездельников. Проснулись. Я согласен с Макроном. Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве. Ну чекисты пропили всю взрывчатку. Так. ФСБ завершило расследование в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Митволя. Хищение. Миллиарды рублей. Нифига себе просхититель при строительстве метро в Красноярске. Вот так. Зачем Красноярску метро? Угу. Минкульт вместо учителя и Эрнста включил в советы, так, это советы по кино, священников и Певцова. А при чем здесь Певцов? Говорят, он в темноте разливает по булем. Ну, как раз. В автотазе предложили повысить утильсбор для бюджетных авто. А вот так вот. Значит, будут еще дороже. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой принес публичные извинения за поездку своей дочери в США. Он назвал это ужасным прегрешением, как и то, что он сам учился во Франции. Дебил. Допился. Толстой. Как минимум, несколько танкеров, перевозивших российскую нефть в Китай, подделывали сигнал геолокации, чтобы скрыть свою погрузку в российском порту. Так они могли обходить американские санкции. Вот везде вранье, что-то краят. Так. Международный суд ООН в Гааде приговорил к 15 годам тюрьмы бывших руководителей спецслужб Югославии Ювицу Станишича и Франка Сематовича. Оба они виновны в многочисленных преступлениях во время войны в Хорватии и Боснии. Вот оно что. Так. Россия поставляет истребители Мьянме, которые планируют использовать для подавления протестов. Друзья российские. Российский дипломат в ООН мешает вернуть в Украину похищенных детей. Сегодня, кстати, день защиты детей. Так. Мешает вернуть в Украину похищенных детей. Правозащитники требуют провести расследование. Да гнать вообще из ООН Россию. Так. Что тут еще? Алексея Навального начнут судить по новому делу об экстремизме. 6 июня. Нифига себе. О! Фитнес-центр в форме подводной лодки строят в Курске. Ну, дебилы совсем. Так. Что тут еще? Минэкономразвитие ВВП России в апреле вырос на 3,5%. Ну, кто поверит? Ну, кто поверит? В Подмосковье успешно испытан дрын на водородных аккумуляторах. Ну, вот он. Да, вот. Стоит. Стоит. Дрын. На аккумуляторах водородных. Ну, вранье же это все. Как российская это операционная система. Тюнинг фирма из Тольятти превратила Ниву в Бадди с креплением для противотанковой ракеты. Тихо на себе. Нива. Ой, ой. О! В Москве похищена чудотворная икона. О! Похитили, похитили икону. И чудеса творят. Ходят по улице. Прям по Москве. И творят чудеса. Германия передаст Украине 300 беспилотников типа Вектор. Молодцы. Я заканчиваю уже. Что тут у меня еще? Радио Свободу передает. Раисия Леско сокращает выпуск самолетов сухой Суперджет 100. Вместо запланированных 19 машин в этом году удастся построить только 6. Из них с крыльями 2. А на остальных крыльях не хватает. Комментарий. И те не летают. Так, что еще? А вот последняя новость, ребят. Я сначала думал это так, не знаю, панорама, что-то какая-то шутка. Но полазил везде. Нет, не шутка. В Швеции пройдет первый чемпионат Европы по сексу. Швеция первая зарегистрировала секс как вид спорта. Представители 20 стран мира. 16 дисциплин. Соблазнение, массаж. Ой, при люди, оральный секс. Ну, когда орут, орут. Самые голосистые. Ну и так далее. Выносливость, внешний вид. Так, от России кто-то участвует? Симоньян в одиночном разряде. Все, ребята, у меня все на утро. Пока. Симоньян в одиночном разряде. Продолжение следует...